Всем привет, друзья! На связи снова канал «За нами же выехали». Буквально недавно мы делали выпуск, где объясняли, почему нам так важно следить за событиями, что происходит в политической плоскости у наших соседей. Разумеется, большинство из вас сейчас внимательно следит за событиями в Кыргызстане. Многие считают, что там страна находится на пороке Третьей Революции, хотя власти официально заявляют, что держат ситуацию под контролем. Ну, хотя так же они делали дважды ранее. Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев два дня отбивался от силовиков, в том числе с применением огнестрельного оружия, но в итоге был задержан, теперь со свидетеля по коррупционным преступлениям переквалифицировался в подозреваемого. При этом у Атамбаева есть поддержка у серьезной части населения, которая уже устраивала беспорядки и, возможно, продолжит это делать. Сегодня при помощи политического обозревателя Газиза Абишева и политолога Урис Газиза Сильтеева мы попытаемся разобраться в том, что там вообще происходит, а также постараемся ответить на вопрос, почему наш ближайший сосед систематически наступает на одни и те же грабли, но никак не может вырулить на цивилизованные рельсы. Конечно, всю эту ситуацию мы постараемся примерить и на себя. В общем, поехали. Ребята, об этих парнях из логистической компании Stargett мы уже давным-давно рассказывали. В свое время, почти два года назад, они нас приютили у себя в офисе. По сути, канал за нами же выехали, стартовал именно с их помощью и с их в некотором смысле мотивационного пинка. Компанию основали молодые парни с дикими амбициями и мощной установкой на успех. Вообще, у истоков компании стоял наш друг Марат Аспанов. Начинал он в маленьком кабинете в здании без ремонта и каких-то коммуникаций. В одиночку отслеживал все процессы, связанные с логистикой, вел бухгалтерию и общался с клиентами. Сейчас же, спустя несколько лет, в его команде трудится около 40 человек. Таких же больных в хорошем смысле трудоголиков и настоящих профессионалов, которым доверяют транспортировку грузов сотни компаний. Stargett берет на себя логистику любого характера, любым возможным способом, как по Каостан, так и по странам ближнего зарубежья. У них все быстро и надежно, рекомендуем. В описании вы найдете ссылку на сайт компании Stargett, крайне советуем. А еще в описании вы найдете ссылку на инсту Марата, он сейчас ее активно развивает и делится опытом в развитии компании. И начинающим предпринимателям и просто людям, которые работают над собой, будет полезно подписаться. На днях мы разыграем у него еще на странице немного наших футболок. Кстати, это вообще ни разу не платная интеграция, нам просто хочется поблагодарить ребят за помощь, что они нам оказали. И рекомендуем мы их просто от души. Прежде чем приступить к разбору непосредственно последних инцидентов, нужно вкратце напомнить хронологию революции в Кыргызстане. Итак, первое случилось в 2005 году. Катализатором стали парламентские выборы, результаты которых международным сообществом и оппозиции в своем Кыргызстане были признаны слатифицированными. Тогда основной правил Аскар Акаев, кстати, в том момент на посту президента Кыргызстана находился уже 15 лет и планировал идти потом на четвертый срок. А в топ отступления сын Аскара Акаева несколько лет был женат на дочери Нустана Назарбаева Алием. Но это к теме выпуска не относится, просто мало ли кто вдруг не знал. Так вот, в результате Тюльпановой революции Аскар Акаев бежал в Россию, его режим был свергнут, против членов его семьи и его самого были возбуждены уголовные дела, а к власти потом пришел Курманбек Бакиев. То есть народ подустал от действующего режима, который стал перегибать палку, когда дети Акаева побеждали на парламентских выборах, занимали серьезное положение и так далее. В итоге народ понадеялся на Бакиева, яркого на тот момент оппозиционера, чья партия как раз парламентские выборы в 2005 году проиграла. Правда, ожидания людей не оправдались и через 5 лет скинули уже самого Бакиева. Новый президент страны вместо выполнения своих обещаний сконцентрировался на усилении собственной власти. То есть народ получил обратное тому, что ожидал. В Кыргызстане сохранился крайне низкий уровень жизни, экономические проблемы не решались, напротив цены на коммунальные и прочие услуги выросли в 2 раза. Межклановая борьба усилилась и так далее, и так далее. То есть после ухода Бакиева страну стали делить бизнес элиты, отжимать самые выгодные куски и над всем этим стоял опять же президент. Его также сбросили в результате революции, причем в обоих случаях это была не мирная цветная революция, а самая настоящая, с жертвами, погромами, мародерством и прочими прелестями. В результате последней в 2010 году президентом страны был изгран уже герой этого выпуска Алмазбек Атамбаев. Там была еще Роза Атамбаева, президентом переходного периода, но о ней говорить почти не будем. Так вот Атамбаев стал первым в истории независимого Кыргызстана президентом, который ушел с своего поста по-хорошему. Ну, почти по-хорошему. После предыдущих революций были внесены поправки в Конституцию и президент теперь в этом избирался на 1-6-летний срок. Атамбаев искал возможность остаться при власти через, возможно, премьерство, но не вышло. Кстати, на период выборов президента пришелся и конфликт Атамбаева с Назарбаевым. Помните, президент на тот момент Казахстана встречался в предвыборный период с Амурбеком Бабановым? Главным конкурентом на тот момент преемника Атамбаева и теперь президента Сорунбая Женбекова. А так вот Назарбаев, возможно, в лице Бабанова пожелал Кыргызстану молодого президента. Эти слова дико разозлили Атамбаева, который разозлился пламенной речи, обвинив Казахстан во вмешательство во внутренние дела соседней страны. И вообще, Атамбаев в тот период сделал все как по личному полю, так и с точки зрения административного ресурса, чтобы привести к власти Женбекова. При этом, да, рассорившись с соседями. Что им двигало в тот период сказать сложно, но, вероятно, в лице своего преемника он видел какую-то защиту для себя. Но, как показали последние события, в этом плане Атамбаев жестко ошибся. Вообще, сейчас по сетям гуляет забавная картинка, как и каждый из президентов Кыргызстана высказывает сожаление о том, что, по сути, привел к власти следующего угла государства. Почему Женбеков не стал для Атамбаева тем самым щитом? Ну, мнение большинства экспертов в этом плане сходится. Нынешний президент Кыргызстана не согласился с ролью марионетки. И по классической для нашего соседа схеме стал формировать власть под себя. В лице Атамбаева он увидел серьезную угрозу. И поступательно решил эту угрозу ликвидировать, ослабив как экономическое, так и политическое влияние нескучного Атамбаева. Надев на него в итоге, пусть и не с первой попытки, но тем не менее наручники, Женбеков считает, что эту угрозу ликвидировал. Вот в ближайшее время должен быть получен ответ, насколько Атамбаев действительно обладает поддержкой народа, на который он так рассчитывал, предпочитая остаться в стране, а не мигрировать по сценарию предшественников Акаева и Бакиева. Вот что по поводу сложившейся ситуации нам сказал политический обозреватель и главный редактор от Run Times KZ Газис Абишев. Ну ладно, попытка вторая. Безусловно, сейчас для Саранбая Женбекова, администрации президента Кыргызстана, выгодно говорить о том, что это борьба государства с взорвавшимся преступником. Но все же внешне для адекватных наблюдателей это выглядит как противостояние двух политиков кыргызских. Проблема в том, что Атамбаев, когда, грубо говоря, загасил Бабанова и передал власть Женбекову, он, конечно же, в голове держал российский сценарий, когда Путин передал власть Медведеву и, тем не менее, оставался весьма авторитетным. Но тут есть, нужно отметить несколько моментов. Во-первых, безусловно, Женбеков не находится с Атамбаем в столь разных весовых категориях, как находился Медведев в разных категориях весовых с Путиным. Медведев давно работал в команде Путина, он до известной степени ученик Путина, у них ранится там 12 лет. Он долгое время был его непосредственным подчиненным. И высочайший уровень легитимности ореолом окружал Путина. Именно Путина. Медведева выбрали, потому что Путин. В свою очередь, Женбеков с Атамбаевым практически ровесники, у них ранится два года. И Женбеков начал свою карьеру еще при Советском Союзе, развивал ее дальше независимо во многом от Атамбаева. Женбеков представитель одного из регионов, очень сильного, богатого клана. И поэтому надеяться, что Женбеков так сильно зависел бы от Атамбаева, изначально было глупо. А Атамбаев не учел простой принцип, что как только человек отнимает руку от Конституции, принеся присягу главы государства в президентской республике, это совершенно другой человек, чем был две минуты назад. Это человек, облеченный полномочиями, у которого свои интересы, свои приоритеты и свои люди, которые ему на ухо шепчут, разные. А Атамбаев же, ну, Женбеков еще в начале конфликта сказал, я очень уважаю Атамбаева, моего предшественника, но в самом начале начали ко мне приходить какие-то непонятные люди с непонятными требованиями, прикрываясь именем Атамбаева. Он так намекнул Атамбаеву, что он хочет быть самостоятельным политиком, а Атамбаев думал, что он может пинком выбивать дверь в кабинет Женбекова. Ситуация сложилась совершенно не такая, расклад сил был иной, чем себе представлял Атамбаев, поэтому он думал, что он сможет передавить силой, но все сложилось не так, тем более, что кланы, а в Кыргызстане очень сильно патрон-клиентская система клановая, кланы многие предпочли держать нейтралитет, потому что они понимают, что сделав ставку можно очень сильно проиграть. Этому их научили две революции, когда свергали Акаева и Бакиева. Согласен с коллегой по ряду моментов еще один политолог у Розголи Сельтеев, однако у него есть нетипичное для казахских коллег мнение по глобальным процессам, что происходит в Кыргызстане, цитата. Революции в Кыргызстане приводили только к смене одной группы на другую, которые ставили первоочередной целью личное обогащение. Это сопровождается увеличением масштабов коррупции и снижением профессионализма государственного аппарата. В итоге национальная экономика в удучающем состоянии. Основная причина перманентной нестабильности – это войны кланов за ресурсы, которых становится все меньше. Однако победа демократии очевидна. Демократические механизмы прижились на уровне развития гражданского общества в форме плюрализма, мнений, свободы собраний, партийной конкуренции и открытых политических дискуссий. Это однозначно можно расценивать как прогрессивное движение. Главную проблему я вижу в другом. В том, что до сих пор к власти приходят люди с диктаторским авторитарным мышлением и пытаются ее узурпировать. Но в условиях этой самой демократии они не могут закрепиться, это невозможно. Такую ошибку совершил Бакиев. В завуалированной форме пытался продлиться в управление Атамбаев, оставив своего в кавычках человека, но просчитался. На те же грабли может наступить же Инбеков. Другими словами, те, кто хотят получить власть надолго, наталкиваются на демократию, за которую боролись. В этом ее торжество. То есть, постоянная реальность меняемость власти неизбежна. Многие критикуют политическое развитие Кыргызстана. Саркатические выпады преобладают по этому поводу и в Казахстане. Однако, на самом деле, я считаю, что наблюдается эволюционный процесс адаптации демократических устоев. Поэтому, думаю, в будущем у Кыргызстана есть шанс. Шанс, что политики осознают бесполезность таких действий. Шанс, что общество и элиты поймут, привыкнут к необходимости естественной и регулярной ротации власти. Конец цитаты. Безусловно, слова Сельтеева многим могут показаться дискуссионными. Наверное, спорно говорить о реальных демократических преобразованиях в стране, где бывший президент возводит баррикады у себя дома и отстреливается от спецназа. И да, среди казахстанских лидеров мнения можно встретить сейчас сарказм. Мол, хотите революции, посмотрите сначала на Кыргызстан, где революции ни к чему не приводят. Народ как обманывали, так и обманывают. Страна нищает и нет никакой стабильности. Почему такое мнение сейчас тиражируется у нас, вы прекрасно понимаете. Правы Сельтеев можно будет проверить, на самом деле, довольно скоро. Некоторые в самом Бишкеке сейчас называют Джейнбекова Бакиевом на минималках, намекая на его попытки полной концентрации власти в своих руках и отказа от демократических принципов. Если, как считает Сельтеев, наши братья Кыргызы уже доросли до определенного уровня демократии, то сделать Джейнбекову это не позволит. Плюс у него сейчас есть еще одна проблема. Вчера Бишкек вернулся в Мурбек Бабанов, тот самый, который проиграл действующему президенту на выборах, а потом покинул страну, так как против него возбудили уголовные дела. На момент подготовки этого видео Бабанова еще не задержали. Зачем он вернулся? Сохранить свою бизнес-империю или вмешаться в политическую борьбу? Вообще, почему он остается на свободе, учитывая, что за ним стоят люди, у него серьезная поддержка, нам непонятно. Но сейчас можно сказать, что в Кыргызстане наверняка еще будет жарко. А в топ еще чисто обывательский. Очень многие спрашивают, опасно ли сейчас ехать отдыхать на Иссыкуль, учитывая происходящие в стране события. Ну, советовать что-то сложно, однако так было всегда, вне зависимости от межклановой борьбы и даже вооруженных столкновений в Кыргызстане. Все противоборствующие стороны всегда понимали важность летнего туризма на Иссыкуле и отдыхающих старались не трогать. Не так много в Кыргызстане точек экономической стабильности и убивать курицу, несущую золотые яйца, там никто не хочет. В общем, отменять бронь в гостиницах, наверное, не стоит, но за новостями все равно следить нужно внимательно. Скорее всего, не последний у нас выпуск по Кыргызстану. Кому эта тема интересна, подписывайтесь на Знамя Живых. А у нас сегодня пока все. Всем спасибо. Всем пока.